Я хочу сегодня говорить на такую тему, очень интересную. И я надеюсь, что я успею сказать, но название несколько интригующее и страшное. Оно называется так – «И отошел от Него Господь». И я хочу немножко поразмышлять с вами, когда мы можем чувствовать, что мы переходим на новый цикл. Это на самом деле хорошая, добрая проповедь, но я хочу перечислить, какие моменты могут быть в жизни человека, когда Господь может как бы оставлять человека. И основанием нашего этой проповеди будет Бытие 18, глава 32 стих. Послушайте, это просто несколько слов. Сказав это, Господь ушел, а Авраам вернулся домой. Кто знает это местописание? Это было, когда Авраам сидел у шатра, в знойный день, и вдруг он увидел трех личностей. Эти мужи приближались к нему, и он узнал, что это Господь. Я не знаю, как это бывает, это очень серьезный разговор, это откровение. Он узнал, что это Господь. И он вышел, и поклонился лицом до земли, упал и сказал, пожалуйста, Господь, не проходи мимо моего дома. Зайди ко мне домой, сейчас быстро, моя жена, приготовим теленка молодого, заколем, трясатый лук, замесим муку, покой. Просто отдохни, но не пройди мимо моего дома, пожалуйста, останься у меня. Вот этот дух гостеприимства, этот дух, когда мы открыты, и наши дома также. Этот дух, когда мы должны открыть двери открытости перед Богом. Это было издревле у святых людей. И мы должны сохранить этот дух страноприимства. Вот почему мы твердо держимся того, что мы имеем церковь в домашней группе. Чтобы мы могли не только общаться здесь, а чтобы мы могли пускать в свои дома людей. Чтобы люди Божьи были в наших домах. Это значит, что мы христиане, как в первой апостольской церкви. Это приводит нас на новый уровень отношений друг с другом и с Господом, потому что это делает нас прозрачными и открытыми. Когда мы кушаем вместе с братьями и сестрами и общаемся в простоте, сидя в наших апартаментах, в которых мы живем, проводим время, происходит какое-то таинство. Это не просто вкусная еда, это не просто разговоры на духовные темы. Происходит таинство, происходит соединение друг с другом. Члены начинают вместе возрастать в любви. И Авраам увидел это явление, и он поклонился, «Не пройди, я умоляю». Лот то же самое, он умолял ангелов, «Войди к нему домой». То есть это было у древних понятие от Духа Святого. И это значит, когда мы приводим Божьих людей домой, или же Божье присутствие, это значит, что Божий Дух остается у нас. И в нашей семье остается Сын Мира. Вы знаете, ты иногда приходишь в какой-то дом, и ты можешь сразу чувствовать атмосферу. Ты можешь чувствовать, что муж с женой могут улыбаться и так далее, или там дети, но ты чувствуешь, что атмосфера плохая. Но есть иногда даже и полупустой холодильник и так далее, но есть радушие, и есть чувство, что тут есть Сын Мира. И когда мы открываем дома и принимаем к себе людей просто в простоте, то тогда мы позволяем Сыну Мира, то есть присутствию Иисуса Христа, пребывать в наших домах. Поэтому раскрывайте дома. Давайте мы будем делать это. И Авраам, он делал это. Это древние все знали. Даже когда там наложницу искал, это ему старик пригласил и так далее, это было проклятие, если он бы ночевал на улице, весь город попал бы под проклятие, что человек на улице остался, и Израиль не пригласил никого. Никто, все бы мимо прошли. И сегодня в современной церкови, слышал церковь, проповедник приезжает, кто примет? И из нескольких сотен людей никто не поднял, а, или там один, руки. Мы принимаем по 500 человек на конференции. Я рад этому. И давайте будем продолжать это делать, и давайте в этом будем сильны. Аминь. Но я говорил об этих вещах, и мы должны распознавать, когда Бог отходит. И помните, да, я продолжаю. Когда он накормил их, они покушали, и сказал, говорит, «Утаю ли от Авраама?» Он пророчествовал Саре, что будет сын через год. Но утаю ли от Авраама одну вещь? «Я иду сейчас в Содом для того, чтобы посмотреть, точно ли такой вопль, который исходит от этой земли. И мы хотим проверить это, увидеть своими глазами». Это были ангелы. И Господь сказал, «Я иду». И Авраам стал ходатайствовать, узнав, что там живет Лот. И если Господь не засвидетельствует, что им можно жить, Лот погибнет. Он сказал, «Если там будет 50 праведников, разве ты погубишь этот город?» Господь сказал, «Нет, не погублю». «Сорок, нет, не погублю». «Тридцать, десять, до десяти довел». И момент вот этот был, когда Господь остановил Авраама. И он сказал, «Ну, если даже десять наберется, Господин, позволь мне сказать, тогда десять не погуби». И Господь сказал, «Не погублю ради десяти». И после этих слов, сказав это, Господь отошел, Авраам вернулся домой. Это очень интересно. Почему я наговорю эту тему? Я лично переживаю такие моменты, когда иногда бывает в поисках Господа в своем опыте ты можешь находиться в Его присутствии. Когда Господь начинает тебе что-то вкладывать. Иногда Он в тебя вкладывает слово, а иногда Он вкладывает в тебя силу. Иногда Он вкладывает в тебя утешение. Не всегда с информацией Он может это просто сделать исцелением. И ты проводишь время перед Богом и у этого присутствия очень большой диапазон. Не суживайте его только на информацию, что ты, если не поймал Слово, значит, Бога не было. Расширьте свое сердце, потому что Бог может посидеть и помолчать вместе с тобой. Вы понимаете, мы же очень близкие люди не всегда тараторят друг с другом. Одновременно говорят. Мы иногда думаем, что если молиться, это значит только говорить. И если ты останавливаешься, ты уже не молился. Не в многословии сила. Мы должны отождествляться с Богом, искать Его сердце. И иногда, находясь в Его присутствии, я чувствую, что Бог дает что-то, Он вкладывает, и Он дает слово. Но потом ты дальше ищешь Его, но уже нету. И как бы уже нету ничего. И ты понимаешь, что Господь отошел. На опыте нужно знать этот момент. Вы понимаете, что Он закончил. В этот момент этот сеанс прошел. Даже в школе, когда звонит звонок, математика закончилась. Все, дорогая учительница, математика закончилась. Теперь у нас русский язык. Вы понимаете? Значит, и Бог сегодня хочет, чтобы мы познали глубины Духа Святого, чтобы мы могли перетекать от веры в веру, от славы в славу, от силы в силу, чтобы мы могли перетекать в новый класс, чтобы мы могли переходить в нашей вере. Потому что некоторые из нас, они держатся тех старых откровений. Они стоят на старых технологиях, на старых техниках отношений с Ним. Но мы не можем разговаривать. Я вижу постоянно, что дети растут. И вчера я сидел с ними в машине, разговаривал, и я мог, удивился, что я мог делиться своим сердцем более глубокими вещами. Я попросил их войти в мою, в мой крест, тяжесть креста, чтобы они помогли мне нести мой крест. Я бы не говорил об этом с ними, может быть, полгода назад, но сейчас я чувствую, что я могу рассказывать эти вещи, и все больше и больше я открываю им свой мир, и ложу на них свою нагрузку. Как Иисус Христос однажды ученикам сказал, пободрствуйте со мной один час в Гессиманском саду. Он нуждался тогда в тех зрелых людях, которые могли бы его поддержать, но они не смогли этого сделать, а не уснули. И сегодня Господь желает, чтобы мы возрастали, чтобы мы знали, когда отходит Господь, для того, чтобы мы перешли, для того, чтобы, может быть, мы его поискали, для того, чтобы мы понуждались, для того, чтобы мы сами пошли. Даже когда апостол Петр был выведен ангелом, помните, что произошло? Ангел исчез. Вы помните? Этот ангел не будет вечно с тобой носиться, и потом кушать с тобой стол. Ну, не уходи, ангел, давай еще миска подложу. Вот там компотика попьем. Ангел сделал свою работу. Он что сделал? Исчез. Зачем? Чтобы Петр сам двигался дальше. Он исполнил свое дело, он освободил его от уз. Тюремщики спали. Смотрите на меня, ребята. Не телефоны. И мы с вами разговариваем. Я хочу говорить к вашим глазам, сердцам, видеть ваши глаза. Я делюсь сокровенным. И я не хочу говорить в затылок или в макушку. Хорошо? Уважайте просто Духа Святого. И что произошло? Ангел довел его до ворота, которые открылись, и оставил его. И Петр должен был сам понять и принять решение, что делать дальше. И он побежал к братьям и сестрам. Сам, самостоятельно. Он должен был, не в бар побежал. Он говорит, слава Богу, есть пять часов еще. Он побежал к братьям и сестрам. И там было молитвенное собрание. Петр принял решение, что делать. Бог иногда оставляет нас для того, чтобы мы напряглись и перешли в более высокий уровень зрелости. Божий язык, когда он отходит от нас. Первое, когда Бог отходит от нас, это, конечно, при переходе в вечность. В первой главе откровении написано, что голос, который слышал Иоанн, и повернулся, чтобы увидеть, кто с ним говорил, это был тот же самый голос, который он уже слышал. Вы знаете, что человек меняется, но голос его остается. Я думаю, что если бы вы услышали голос мой сейчас на магнитофоне без меня, вы бы узнали этот голос. Вы бы узнали дикцию, там интонация, там мышление, то есть там все так поставлено, что голос. И в первой главе откровения, и во всей книге откровения, и в псалмах говорится о Господе, и говорится о голосе. Я умоляю вас, изучите эту тему. Вы научитесь узнавать голос. И голос включает в себя диапазон составных. Не только там дикция, и интонация, там, значит, чистота и так далее, но прежде всего написано «Овцы мои знают голос мой, и мы должны знать его голос, голос Господа моего». Это потрясающе. Глаз, голос Господа освобождает от бремени лани. Голос Господа даже кедры рукоплещут. Голос Господа знают крещеные духом люди. Голос Господа он сегодня идет по всей земле, и мы должны знать голос Господа. И мне понравилось то, что он услышал тот же голос, который он слышал на земле. Он был взят на небо, он был взят в откровение Иисуса Христа, но и Господь по-новому явился. Он упал, как мертвый, но голос его остался тот же. И у Господа голос не меняется и на небе, и на земле. Мне нравится то, что когда мы перейдем с вами в вечность, если мы должны быть готовы к этому, мы будем слышать тот же самый голос, голос Иисуса Христа. Я хочу влюбиться еще больше в этот голос. И поэтому постигайте, познавайте его, потому что многие из нас не знают голоса Господа, но мы должны знать его. И овцы узнают его голос. Он согревает сердце, он исцеляет дух, он дает уверенность, он приносит надежду. Мы так распознаем лжепророчество, мы так распознаем, действительно, Господь нам сказал, мы должны распознавать его голос. Помните, как в той сказке «Семеро козлят»? Что он там, волк подделал? Голос. Он подделал голос и развел этих козлят. И потом пришлось животик ему резать. Голос. И меня касается это. И нам нужно быть свободными от страха, смерти и жизни. Вы знаете, иногда мы боимся смерти, но некоторые боятся также жизни. И нам нужно освободиться от страха. Страх приводит нас в жизни во лжи. Страх порождает, сам страх является сам ложью. Вы понимаете, мы не должны жить в страхе. Иисус умер на кресте, чтобы освободить нас от страха. От страха смерти. Это самый большой страх, самый ужасный страх. Но вы знаете, некоторые люди, они живут в страхе. Живут в страхах. И не дают себе анализа, что они полны страхов. И эти страхи являются причиной их решений. И поведение. И ведут их к определенной судьбе. Они не делают того, что они могли бы делать из-за страха. И это перевело бы их на новый качественный уровень жизни. И в то же самое время они делают то, что мотивирует нас страхом. И мы не должны жить в страхе. Распознайте свой страх. И освободитесь от него. И в этом посте молитесь, чтобы Господь освободил тебя от страха. Страх будущего. Страх болезни. Что это... Ой, болезнь! Это рак. Наверное, рак. И пошел рассказать. Рак, 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 рак. Тысячи пятьсот раз сказал другим людям, что у тебя рак. Конечно, рак, который живет в Эфиопии, услышит твое возглашение. И он придет к тебе в Владивосток, потому что ты так хорошо его позвал. Вот здесь сейчас. Кто-то говорит, ой, я прямо сейчас, нет, через две недели экзамены сдам, уйду в мир, выйду замуж, потому что я боюсь здесь, вообще никого нет, что за люди здесь сидят. Вот. Нету принца, черногривого. Вот. Я выйду замуж, потом покаюсь, потом вернусь и так далее. Приходит через пять лет с двумя детьми, без мужа. И ходит, и новых ищет уже в церкви. Не делайте этого, ребята. Это не славная история. Ваш час определен. У вас есть точка встречи. Держите себя в Боге, на Его пути, даже иногда нас ужином, иногда на ощупь, иногда вам надо пройти что-то, чтобы просто остаться верным Господу. Вы знаете, вы не останетесь в посрамлении. То, что внешне выглядит благополучным, это не значит, что внутри это суть счастья. Мы должны быть с Господом. И страхи не должны над нами господствовать. Освободитесь от них полностью. Найдите свои страхи. Назовите их своим именем и победите их. Победите их любовью к Господу. Войдетесь в поклонение. Войдетесь в броню Слова Божия. И вы увидите, как жизнь изменится. Аминь. И я думаю, что голос Божий даст победу над этим. Замените свои цели на Его цели. Восхищаться великолепием Иисуса. Отдать себя полностью Иисусу Христу. Вторая вещь, когда Господь оставляет, я сказал, первое, это как при переходе в вечность. Но это, вы понимаете, что это образно. Второе, это когда Господь оставляет, когда мы сами отпадаем от единства веры. И пример Саула, нам написано буквально так, что Дух Святой отошел от Саула и приступил к нему злой дух. Но вы помните, как Саул возненавидел помазанника. Очень серьезно, это очень такие серьезные вещи, когда мы злословим то, что Бог благословляет. Нам нужно быть очень осторожными, чтобы говорить на то, что Бог делает, плохо. Или говорить на тех людей, которых Бог благословляет, плохо. Мы должны быть очень осторожными. Это может перетечь не только в ошибку. Ну, иногда бывает там на Фанаил, ну, может ли там из Назарета быть что-то доброго. Ну, Господь его привел и поправил, и все. Но бывает так, что когда человек стоит в этой позиции долго, и он просто делает и продолжает двигаться в этом, это неправильно и очень опасно. Потому я хочу, как вот с благословением евреев. Евреев мы благословляем. Если ты будешь все делать хорошо, перед Богом ходить, евангелизировать, но будешь антисемитом, но нет благословения на тебе. И проклятие может перевесить благословение. Давайте будем молиться за нашу страну, чтобы у нас не было антисемитизма. Потому что Россия должна быть благословенна. Если здесь будет высвобождаться все больше и больше черная грязь антисемитизма, то тогда мы не можем быть благословенны. Если политики будут идти против Израиля, мы не можем быть благословенны. Поэтому мы, как соль и закваска с вами библейских учений, мы должны с вами стоять в том, чтобы здесь не было духа антисемитизма. И также многие другие вещи. Злословить, помазание – это то же самое, что дух антисемитизма. И многие другие. Поэтому мы должны с вами быть бодрствующими, чтобы мы делали то, что нравится Святому Духу, что притягивает. Сядет ли на тебя голубь, на твой дух? Прилетит ли этот голубь на твое плечо? Мы должны так сделать, чтобы он был на нас. И чтобы он не оскорблялся. Чтобы он не улетал. Чтобы он ворковал, сидя у нас. На плече. И Павел говорит, если отречемся, он отречется от нас. Мы не должны отрекаться от Христа. Иисус сказал, кто отречется от меня, от того я отрекусь. Перед Отцом Моим Небесным и перед ангелами его. Представляете, какие слова. Вот почему христиане шли на крест, в печи, на кресты, в боях гладиаторов, в пасти хищных зверей. Потому что они знали слова Иисуса. Кто отречется от меня, от того я отрекусь. А мы иногда можем отречься даже на работе. Притворяться, что мы неверующие люди. Скрывать свое свидетельство, что мы верующие. Есть прямое отречение, а есть косвенное отречение. Я помню эту историю, рассказывал. Она очень неприятная, но я хочу коротко ее сказать. Один брат, которого я знал, мы были в одном месте, и мы молились вместе ночью. Он сказал, я поеду сейчас. Встал грубо, он в таком состоянии плохом был. И поехал зарабатывать на такси ночью во время молитвенного собрания. И когда он поехал, потом вернулся, у нас уже такая молитва была. Мы в славе были, радовались. Он вернулся, сел и говорит, я овца. Прекрасно, с этого надо начинать. Что такое? Он там сидевший, по понятиям, еще которые не выветрились из него. И он говорит, ехал с людьми, сидел и сел, и три мужчин выпивших. Они стали что-то говорить, шутить. И он что-то раз и про Бога. Чуть-чуть они сказали, а ты что верующий? Он сказал, ну, в принципе. И, короче, там, где нужно было высвободить свидетельство. Вы знаете, мы даже в Северной Корее, когда нас спросили, а вы христиане? Я подумал, что я за человек, если скажу нет? Я сказал, да. Мы христиане. И теперь начинается точка. И начали свидетельствовать. Потому что, ну, это все. Понимаете? К зверям дадут, на крест поведут, если так, значит так. Ты понял? И он, короче, съехал, стал, ну, юлить. И они говорят, ой, ты вот он, ты какой, ну-ка иди сюда. Наверное, одержимые были люди. Господь допустил, чтобы смирить его. Вытащили его, сидевшего по понятию, ну, крутое, там, пальцы вил. Разложили на капоте звездой буквой ЗЮ. Достали ножи и потом, фу, наплевали и ушли. И он опущенный лежал на капоте, сидевший, пересидевший под ножом. Потому что надо было просто свидетельствовать, тебе уже, коль ты коснулся Господа. Надо было сказать о нем так, чтобы ножи позаворачивались. Вы понимаете, нет? Нельзя скрывать свидетельства, я умоляю вас. И сейчас наступает время, когда нам нужно поднимать свидетельства. Поднимайте свое свидетельство на ваших работах. Я говорю, что столкновение, как говорили пророки, это будет не угрозой, а возможностью. Поэтому, даже если придет столкновение, мы должны, даже если поведут нас, мы должны открыто свидетельствовать, как апостол Павел. Он стоял в цепях и говорил, я тебе желаю того же царя Гриппа, кроме этих уз. Я понимаю, что я сейчас говорю очень героическим образом. Я не знаю, что будет дальше. Но учение говорит так, именно так мы должны свидетельствовать. поэтому не отрекайтесь даже косвенно на ваших работах. Когда люди даже начинают касаться о Боге, а ты молчишь и ждешь, когда все это с матами и так далее, с перематами, никто не знает, что ты верующий или понимает о тебе. Ты опустил свидетельство, думаешь, что ты к ним ближе стал, а они презирают такую веру. Потому что они не видят в тебе разницы никакой вообще. И ты ходишь, да, я хожу в церковь, В принципе, такой же, как они, они позволяют пошлые шутки при тебе, в твоем присутствии. Пусть они лучше смеются над нами, как над цветошами, чем позволят себя вести и считать, что мы такие же, как они. Они могут тебя похлопать по плечу и сказать, ты классный парень, молодец, но это не комплимент, это опускалово. Вы понимаете, это не комплимент, это плевок в лицо, плевок в лицо ангела. Вы понимаете? Давайте мы поднимем наше свидетельство. И сегодня мы должны поднять это. Свидетельствуйте везде, потому что это есть миссия церкви, это цель. И если мы здесь опустим свидетельство, то тогда что мы с вами стоим? Я сегодня получил ночью очень сильное свидетельство из Испании, из Барселоны от наших миссионеров. У нас есть команда, есть там церковь. Там была конференция, которая меня порадовала. Это была какая-то общая конференция, и они разбирали вопросы Европы. И сейчас идет тенденция очистить от христианства Испанию и Европу. Испания пересматривает свою позицию сейчас. И они там, у меня статистика есть, это очень важная информация. Ну, может быть, не сейчас проповеди, но это просто они сами себя пересматривают. Я написал, как приятно слышать, что Европейская церковь себя переосмысливает и переосмысливает Мессию. И они приходят к тому, что надо пересмотреть все учения, все проповеди, которые проповедуются в Испании, потому что миссия является главной целью Церкви Христовой. Вы понимаете, и это было очень приятно слышать. И мы с вами сегодня должны быть солеными. Если мы перестали свидетельствовать, перестали проповедовать о Христе, то в чем тогда наша сила, если мы с вами стыдимся свидетельства Иисусова. Поэтому мы говорим о том, когда Господь оставляет, когда мы сами отпадаем от единства веры, и кто отречется от меня, сказал Иисус. Но сердце Бога жаждет нас. Он не желает, чтобы ты отрезал себя. Еще одна вещь, которую я хочу успеть сказать вам. Сегодня ночью получил это слово. Я верю, что это Господь проговорил ко мне. Вы знаете, мы ответственны за последующее поколение. Некоторые дети сидят здесь в зале, это хорошо, что вы сидите и слушаете. Но есть дети, которые притворяются. Они смотрят неправильные сайты. Они играют в оккультные игры, магические. ну, развивают интеллект, но это магия. Там замок открыл, здесь сундук заколдованный, распечатал. И так далее. Это все хитрые вещи. Сначала ловко, мягко, а потом она не читает уже Библию. А потом уже не хочется молиться. И потихоньку не хочется идти в церковь. А потом хочется завести парня. А потом хочется уже залезть в неправильные вещи. И сатана выливает на нас эту грязь, выливает эту саранчу, и мы теряем наших детей. Здесь есть семьи, даже у вас еще маленькие дети, но вы увидите, что они полностью уже в мире по уши. Вы уже ничего не можете с ними сделать, потому что любовь к Богу пребывается добровольно. Когда ребенок встречается с Господом и начинает любить Господа. И начинает развивать личные взаимоотношения с Иисусом Христом. И Писание говорит такие серьезные слова. Сегодня ночью получил это. Я верю, что Господь проговорил мне сказать церкви очень строго, чтобы я передал это церкви. И это место Писания, оно ласковое, но оно серьезное. Еремия 19, глава 5 стих. Построили они копища Ваалу, чтобы сжигать своих детей в огне, как жертву всесожжения Ваалу. Я этого не заповедал и не повелевал. Сердцу моему это не угодно. Вы видите, как ласково отец говорит Бог о нас, родителях, что мы отдаем детей этому Ваалу. И когда мы позволяем, ребенок сидит и там что-то убивает кого-то в подземном мире. И потом устраивает истерику, чтобы мы купили ему еще новую игру, более навороченную. Ты сжигаешь своего ребенка, ты кидаешь его в огонь. Потому что есть непосредственно, когда ты кидаешь, а есть попустительство. И вы знаете, Господь как строг к Израилю своему, потому что он его любит. И без наказания воспитание тоже невозможно. Наказание бывает физическое, когда ребенок еще не в возрасте взрослого, но бывает наказание воздержанием, бывает наказание ограничением. Вы понимаете, бывают разные уровни наказаний. И написано в Писании, кто ненавидит сына своего, тот же, кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего. То есть твердый дух. Нам нужно отдавать свою веру. Мы ответственны за следующее поколение. Мы должны передать им лучшее из нашей веры. И там, где мы пошли по ухабам, там, где мы прошли по неправильным местам, мы должны дать им, чтобы они избежали этого опыта. Самое лучшее вложить в них. Пух и не встанут на наши плечи и двигаются дальше. А дети, вы должны сегодня понять, что все равно вы оставите церковь, если вы с самого начала начинаете обманывать Бога, обманывать верующих родителей. Вы уже находитесь в мире, просто телом вы находитесь здесь. И это очень опасный путь, потому что вы не будете поколением пробуждения. Вы будете сквернить свое тело, вы будете набирать эту грязь, и потом вы придете уставшие, разбитые, и вы не исполните того великого призвания, которое Господь призвал вас, быть этими. Это так потрясающе, когда мы можем дать детям лучшее, но так страшно, когда мы кидаем их в огонь. И Бог осуждает это очень серьезно, пренебрежение воспитанию, богопочитание детей. Или получил страшное слово за то, что он попускал сыновьям осквернять храм. И его сыновья они просто уже открыто делали. Бывает, что ребенок делает тайно, родители не знают, потом, когда он узнает, должна быть реакция. Должна быть реакция. Но он попускает, ребенок уходит, он уже все, живет своей жизнью и открыто начинает грешить, и он уже ничего не может сделать. Мы ответственны за будущее поколение. Мы делаем и строим будущие поколения. Вы знаете, Исаия 58 глава, которую мы должны читать в посте, я просто ободряю вас, читайте эту главу в посте, с понедельника у нас пост, сегодня приготовляйте сердца свои. И застроятся потомками твоими пустыни вековые, и ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. восстановитель развалин, восстановитель развалин, возобновитель путей для населения, и восстановишь основание многих поколений. Я сегодня хочу, чтобы дети нашей церкви, они были основанием для многих будущих поколений. Когда дети возьмут лучшую веру от своих родителей, они научат их своих детей, своих учеников, и те других, и других. Мы с вами ребята родили вулкан, который не остановится. Мы с вами ребята еще открыли такой мощный жертвенник, или же просто когда уйдут наши лидеры, когда уйдут лучшие проповедники отсюда, то просто церковь потерпит крах и разрушение. Она уменьшится, будут сидеть несколько бабушек, дедушек, как это сейчас происходит в Европе, и у меня даже есть статистика, потрясающая статистика, давайте-ка я вам зачитаю, хотите получить ее? Очень важная статистика, я хочу, чтобы вы это услышали, обязательно, слушайте внимательно, это конспект с конференции, на которой наш брат был, я хочу, чтобы это было выложено. Сейчас активный процесс дехристианизации Европы, создан стереотип слабой церкви христианина. В 18-19-20 век евангелизация совершалась из Европы по всему миру, в основном церкви Европы и Англии. Меланхолия о миссиях, приоритеты Америка и Африка сегодня наименее евангелизированный континент, Европа доминирующие религии католико-римская и греческая церковь. Католико-римская церковь имеет 3500 семинаристов, потенциальных лидеров церквей в Африке, а в Европе имеет 200 семинаристов, потенциальных лидеров церквей. В Центральной Европе многие церкви закрываются, в Голландии церкви трансформированы в библиотеке, в некоторых церквах Голландии даже продается марихуана. И Центральная Голландия. В Голландии церкви трансформируют библиотеки, музеи, бары, квартиры, пути, клубы. 44% населения атеисты. Глазго, Великобритания, 250 церквей в одном городе. И тоже используются как бары, кафе, клубы. В Венгрии стрип-школа из храма. Лондон церкви трансформированы в Мекке. Испания, Валенсия, евангельская церковь купили порокуа, католика, я не знаю, что это, даже не поменяли имя. С мессионерской точки зрения население очень не заинтересовано в Евангелии, при том, как на других континентах Евангелие растет сильно. Китай верующей было в 1950 году 1 миллион, в 2009 59 60 миллионов, в 2030 будет 250 миллионов. Эффект бумеранга в Европе сейчас. Миссионеры придут из стран, которые раньше евангелизировала Европа. Латиноамериканцы, африканцы в большинстве, их культуры приносят семейные культурные ценности, которые превосходят европейские. В европейской культуре церковь очень дискриминирована как учреждение. В последнее время церковь была плохим представителем послания, которое она распространяет. Тенденция старения населения в Европе. Большинство населения от 35 до 50 лет. Через 15-30 лет коренное население сильно упадет. Мораль Европы. Эгоист, потребительская, мирская, индивидуализм, расизм. Как реевангелизировать церковь, Европу? Первое, личное свидетельство. Европейцы больше верят свидетелям, чем учителям. Второе, экклесиес анимикас, испанский, миссионерское образование верующих, пересмотр слова, которое проповедуется. Третье, ясность послания на понятном для людей языке, послание надежды, добровестия о Христе из Назарета, не продвигать динаминации лидеров, Европа полна религии, нуждается только во Христе. Система образования формирует потерянных людей, о чем мы говорили в прошлый раз, без надежды и будущего, полностью зависимых только от работы и материальных удовольствий. Четвертое, послание должно быть проповедано в контексте культуры. Новости говорят только о негативе, коррупция, жестокость семья, кризис безработица. Пятое, уважение к людям, невозможно принудить человека к вере, манипуляции недопустимы, сострадание. Шестое, милосердие, богатые, это дело политиков, бедные, это дело церкви, культурное воспитание в Испании, теология Фомы. Седьмое, образование, объяснять локальным церквам о состоянии Европы, беспокойстве, о проблемах и будущем. Призыв к духовной войне, в молитве и посте прежде всего. Важность ознакомления с культурой народа, которую мы проповедуем. Коста-де-Фельс, городок в Каталунии. В одной семинарии половина студентов, китайцы, которые приехали проповедовать Евангелие в Европе. Прежде чем полностью броситься в работу в евангелизации, они четыре года обучаются. Я написал, привет, я рад, что тело в Испании пересматривает себя и мессию. Будем молиться и передвигать древние горы на место, где они должны быть. Аминь. Мы подходим к концу. Я еще не сказал половины проповеди. Третья вещь, когда Бог переводит, когда Он оставляет нас, когда Он переводит нас на новый уровень. На этом я, наверное, закончу, но я хочу сказать о поколениях. Я получил это слово сегодня ночью, когда молился, чтобы я сказал церкви о том, что это очень серьезно. Мы должны взять своих детей. Как это делал Израиль, который должен был всегда. Он говорит, идешь ли ты? Сидишь ли ты? За столом или ложишься спать, всегда напоминай своему Сыну о заповедях Господних. Где бы ты ни был, учи Его о Господе. О чем мы учим своих детей? О чем мы с ними говорим? Если мы вкладываем в них эти золотые семена веры, они прорастут в них. Если мы вкладываем семена того мира, хотим сделать из них знаменитости, я не знаю, что. Бывают дары, но мы должны убедиться, что ребенок не упадет, что он вообще не погибнет, что он не пойдет в ад. Сегодня мы должны взять детей к Богу, направить их к Господу, и они раскроются в нем совсем по-другому, чем через твоих репетиторов. Вы здесь сегодня, ребята. Я верю, что это слово от Господа, потому что Господь строго поговорил мне в сердце. Я сначала думал, Он обличает меня за моих детей, но потом я почувствовал, что Он хочет, чтобы я сказал это строгое слово ко всей церкви, что мы должны взять детей своих на небо. Некоторые маленькие дети уже объяснуются. Некоторые маленькие дети уже настолько далеко от Бога, что просто чем больше они становятся, тем мы видим, как они дальше от Бога становятся. Некоторые подростки у нас уже курят. Некоторые подростки уже живут половой жизнью. Некоторые подростки ходят уже с неправильными компаниями. В воскресенье они приходят в церковь, и родители знают это. Это не может долго продолжаться. Мы потерпим катастрофу. Мы должны сегодня взять эти заповеди Бога к родителям, потому что Господь очень строго поступил с Ильей. Я знаю, что это сегодня нерадостная проповедь, но это очень важное слово. Мы с вами должна быть церковью основанием для многих поколений. И давайте мы сделаем это во имя Иисуса Христа. Я, конечно, обращаюсь к детям, чтобы вы взяли это и просто стали настоящими Божьими людьми во имя Иисуса Христа. Еще раз я прочитаю этот стих. «Построю линейка пищевоалу, чтобы сжигать детей своих в огне, как жертва всесожжения ваалу. Я этого не заповедовал и не повелевал. Сердцу моему это не угодно», говорит Господь. Вот здесь сегодня я так рад, что мы можем слышать Божье Слово. Я так рад, что Господь точно говорит, что нам делать. Это прекрасно. Наша сегодня, наша миссия и задача делать то, что Господь говорит. И мы будем иметь успех, если мы будем пребывать в Слове, если мы будем размышлять о Его заповедях, мы будем сильны, и мы будем благословенным народом.